Уважаемые слушатели, еще раз добрый день. Я продолжаю свой эфир, эфир бизнес-канала на Финам. ФМ. Сейчас вторая его часть, как всегда, мы говорим о бизнесе, о его проблемах насущных в России. И встречаемся, собственно, с бизнесменами в этой студии. Итак, бизнес-класс на Финам. ФМ. Сегодняшняя тема кредитования малого и среднего бизнеса в России. Тема неоднократно, кстати, уже звучавшая и в нашем эфире, и, наверное, на Финам. ФМ. И, я думаю, во многих средствах массовой информации. И это не умаляет ее актуальности, не умаляет интереса к ней. А наоборот, может быть, как раз говорит о том, что эта тема одна из наиболее актуальных и интересных для бизнесмена. Тот, кто, по крайней мере, занимается малым, средним бизнесом или планирует им заняться. Поэтому, еще раз повторю, сегодня мы обсуждаем вновь именно эту тему. И я с удовольствием представляю мою гостью, сегодня в студии бизнес-класса, Елена Шалыгина, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса Банка БЦК Москва. Добрый день, Елена. Добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, для вас я напомню, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого вы можете позвонить. Телефон прямого эфира 6510-996, код Москвы 495. И есть возможность также задать свой вопрос или поделиться собственным мнением, воспользуясь интернет-ресурсом, адрес которого finam.fm. Ну и сразу же я проанонсирую, Елена, для вас и для наших слушателей есть уже вопросы. Я их читал, мы с Реной их обсудим в перерыве и, соответственно, чуть позже будем на них отвечать. Прежде чем отвечать на вопросы, надо более-менее понять предмет разговора. Вот давайте с этого и начнем. Итак, кредитование малого и среднего бизнеса в России. Лена, если может быть, точнее, если позволите, такой неожиданный вопрос. Вообще, помимо названия, процесс сам идет в России у нас, кредитуется малый и средний бизнес. Вы знаете, как ни странно, но на текущий момент кредитуется. Мне вот понравился ваш ответ, как ни странно, сказали вы. А что же в этом странного, боже мой? Банк, финансовая организация, которая, а, заинтересована, б, да, естественно, это ее прямые обязанности. Кого же не кредовать, как ни малый и средний бизнес? Ну, почему-то при первом общении с клиентами, которые вновь пришли в банк, то есть никогда не пользовались кредитными ресурсами банка, от них странно слышать, что банки не кредитуют. Мне не дали кредит в одном банке, мне не дали кредит в другом банке. Мне предложили условия, которые для меня совершенно неприемлемы. Но, вы знаете, в нашем банке такой практики нет. Все клиенты, которые к нам приходят, получают исчерпывающий ответ. Да, бывает. Подождите, исчерпывающий ответ, это не значит, что это исчерпывающий кредит. И результат, скажем так, поскольку если результат положительный и мы можем профинансировать данный проект клиента, то, конечно, клиент всегда остается удовлетворенным, то есть мы помогаем ему в развитии его бизнеса. Если же по тем либо иным причинам мы данный проект профинансировать не смогли, ну, в силу определенных там требований банка внутренних, скажем так, да, в силу тех материалов, которые там бизнес-плана, которые предоставляет клиент, то, соответственно, мы в этой ситуации можем ему подсказать, помочь и направить, что же ему необходимо доработать, чтобы все-таки проект его был запущен. И, соответственно, в дальнейшем мы бы ему в этом помогли, что мешает нам как бы рассмотреть его проект на сегодняшний момент. Ну и, как правило, люди возвращаются, и все получается. И в конечном итоге, да, браво, браво. Ну и, в принципе, нам больше не о чем с вами говорить, потому что хэппи-энд, хэппи-энд. Да. Но давайте, тем не менее, в деталях. Вот мне очень любопытно сейчас, да, все, что вы рассказывали, потому что я, допустим, представляю себя на месте вот этого, так сказать, частного предпринимателя. Ну, говорим о малом бизнесе, наверное, можно, в принципе, да, сегментировать? Ну, сегментировать можно, я имею в виду, можно ли статистику какую-то предоставить? Вот большее количество малых предпринимателей, большее количество предпринимателей среднего бизнеса обращаются и получают кредит, конечно. Но вы знаете, скорее всего, наверное, больше получают положительное решение все-таки предприятия среднего бизнеса. Так, в этом, наверняка, есть, да? Да, есть, наверное, логичное объяснение этому, поскольку предприятие среднего бизнеса имеет, скажем, больше управленческих ресурсов, то есть направленных на развитие данной компании, на прогнозирование, на планирование. То, что касается индивидуальных предпринимателей, как правило, он же в одном лице и бухгалтер, и директор. Ну, оценить его, на самом деле, да, с точки зрения перспектив, его финансовый, он уже гораздо проще, мне кажется. Нет, это гораздо проще, безусловно. Но то, что касается, допустим, финансового планирования, почему-то наши предприниматели больше склонны к каким-то... Я знаю, о чем. Замком, замком, воздушным. Да, воздушным замком, как вы правильно, Олег, назвали. Нужно, вот я бы им посоветовала, скорее всего, строить свои прогнозы по более пессимистичному варианту. И в этом случае будет лучше хорошо, но хуже уже быть не может. Да, да, то есть надо к самому плохому приготовиться. То есть основываться надо именно на самом худшем развитии событий. Исходя из этого, будут вырисовываться те необходимые параметры той же кредитной сделки, которые он для себя бы хотел видеть. Ну, то бишь, это, скажем, сроки кредитования, объемы финансирования, что немаловажно, график погашения кредита. Потому что зачастую бывает, предприниматель озвучил какой-то некий бизнес-план, он по нему как бы шагает успешно до определенного момента. Пока что-то не получается. Пока не кончились деньги. Он шагает, пока не кончились деньги. Ну, здесь можно сказать, не только пока не кончились деньги. Бывает же ситуация совершенно разная. Там подвел контрагент, не рассчитал где-то, и дальше пошли проблемы, именно вытекающие из структуры бизнес-плана, который он себе нарисовал. Где-то он просчитался, где-то он сократил сроки, допустим, реализации своего товара, если это касается торговли. И что влечет за собой, как бы, неполучение им денежных средств планируемых, невозможность возврата в указанный период кредита, ну и, соответственно, в свою очередь... Санкции со стороны банка. Санкции со стороны... А банк идет вот в этой ситуации навстречу, он входит, как это, да, входит в положение заемщика или он придерживается, вот есть договор, в конце концов, вот смотри, первого числа ты должен погасить кредит, и не погасил. Все, пошли пени, все, пошли... Вы знаете, попадается, как бы, попадает банк в такую ситуацию, когда, допустим, клиент приходит заранее, объективно понимая, что у него там сорвались поставки, производство, будут проблемы, и, к сожалению, таких предпринимателей очень мало. Они приходят, обозначают... Подождите, таких, которые заранее приходят, да, да, да. Которые заранее, да, да, которые заранее предвидят. Это, конечно... Большинство сидят до последнего, ждут какого-то чуда. Совершенно верно, завтра нам платить, а сегодня у меня проблемы, я завтра с утра пошел в банк. Ну, в этой ситуации банку очень трудно оперативно принять решение. Ну, как минимум он скажет, да, вот, ну, все равно вот я себя вот этот штраф-то возьму, потому что, ну, у нас так написано. В этой ситуации, скорее всего, да. Если человек, как бы, видит свою проблему, которая может возникнуть, может быть, и все, как бы, пройдет гладко, и она не возникнет, но если все-таки он в перспективе видит эту проблему, то лучше прийти заранее, объяснить, рассказать... Посоветоваться, наверное, да, все-таки... Посоветоваться, да. И в этом случае, ну, на 99% банк пойдет навстречу. Меняются графики платежей, то есть подстраиваются под уже новый бизнес-план, переработанный с учетом возникшего форс-мажора. И, конечно, банк тоже ведь заинтересован в этом, да? Безусловно. Он не заинтересован срубить побольше там вот штрафов и пений, а он говорит, давай мы будем с тобой компромисс искать, чтобы ты продолжал развиваться, чтобы у тебя был нормальный бизнес, а я тебя буду кредитовать, и все довольны. Ну, помогая клиенту исправить ситуацию один раз, ну, мы можем сработать с ним и по второму, третьему, четвертому договору, как бы, по-моему, если мы в этой ситуации нашли общий язык и, скажем, не вставили в палки, в колеса, как это говорится, да, в его бизнес-процесс, и у него все наладилось, все выправилось, и он учел свои ошибки в будущем, ну, есть у нас такие примеры, сотрудничаем мы с такими клиентами. Это здорово. А есть пример такой, ну, я имею в виду, вот, среди ваших коллег, может быть, я не стремлюсь услышать название, а, в принципе, да, вот такая позиция присутствует на рынке, когда заемщик приходит, объясняет, да, плачет, там, я не знаю, слезы вытирает, объясняет ситуацию, ну, действительно, не от него проблема, да, исходит. А банк говорит, ну, мне все равно, мне все равно. Вот есть договор, и в конечном итоге это твои проблемы, иди сам. Вы знаете, есть. Есть такие. Да, как ни странно, но есть. И, скорее всего, это обусловлено, на мой взгляд, это обусловлено жесткой нормативной базой, существующей в банке. То есть банк как бы не виноват в этом, да, просто он не имеет такой возможности. То есть есть, как бы, дочерние банки, есть дополнительные офисы, филиалы, которые также занимаются кредитованием. И вот этот процесс принятия решения, он достаточно длительный. И за один за два дня, совершенно верно, и за один за два дня такие вопросы не решаются. Вот почему, конечно, хотелось бы посоветовать всем предпринимателям сразу, как только возникает какой-то вот форс-мажор. Кстати, Лена, вот эта большая часть, да, которая предпочитает сидеть до последнего, вот эти люди, они почему так себя ведут? Это некая ментальность российская? Или, в принципе, это независимо от национальности, просто так устроен человек? Вы знаете, я думаю, что именно это российская ментальность. Российская, да? Именно подход к бизнесу, вот как... На авось. На авось, совершенно верно. Серьезно? То есть, объяснение причин тому, почему он не пришел раньше, он сам не находит. Он даже не знает, он даже не знает. Ну, вот так вот я сидел. Я думал, что все будет хорошо. Все само собой решится. Совершенно верно. Спасибо, Лена. Сейчас мы прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Елена Шалыгина, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса Банка БЦК Москва. Обсуждаем мы тему кредитования малого и среднего бизнеса, но, если позволите, мы ее обсуждаем все же с прагматической точки зрения. В конечном итоге наш эфир, прежде всего, я надеюсь, он интересен тем, кто реально занимается малым и средним бизнесом, и у кого есть вопросы, ну, вот такие вот практически, а как, а что, а почему и так далее и тому подобное. Я уверен, Лена на них сможет ответить, и вопросы эти есть. Значит, мы к ним вернемся в третьей части программы. Значит, я напомню, уважаемые слушатели, у вас есть еще возможность присоединиться к эфиру. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Итак, Лена, продолжим разговор. Очень меня заинтересовало все то, что вы рассказываете. И вот, наверное, да, этот рассказ, последний, по крайней мере, разговоры по поводу того, что вот, ребята, не надо тянуть до последнего, да, потому что сложнее банк. Банк, он же не враг вам, он же друг, скорее всего, да. Ну, надо просто дать ему время, чтобы он это дружеское отношение сумел реализовать. Так вот, в этом контексте, да, давайте мы проговорим, а какие трудности, в принципе, у банка при общении с частным предпринимателем, да, с физическим, ну, или с предприятием среднего бизнеса. Какие? Наверняка ведь есть, да, такие структурные тонкости, потому что крупные предприятия, с ним более-менее все понятно. Ну, да, совершенно верно. А вот здесь наверняка есть какие-то, да, сложности такие достаточно субъективные. С малыми предприятиями немного сложнее, чем с крупными, хотя, в принципе, структура, как бы, компаний среднего бизнеса и крупного бизнеса, она практически одна и та же, да, за исключением, как бы, количества сотрудников, работающих в том или ином подразделении. И денежных потоков, за исключением денежных потоков. Совершенно верно. Кстати, я прошу прощения, да, я вас переживаю, бытует мнение, я имею в виду, непосредственно я общался с вашими коллегами и в этой студии, и за ее пределами, бытует мнение, что банку гораздо проще с большим заемщиком, вот одна компания взяла вот такую кучу денег и все, и мы с ней сотрудничаем. Эту же кучу, да, поделить там на 100 составляющих и раздать 100, соответственно, заемщикам. С ними гораздо больше проблем. Мороки с ними больше. Это правда, Лена? Вы знаете, смотря с какой стороны на эту проблему посмотреть. Да, возможно, с точки зрения трудозатрат подразделений, которые занимаются анализом клиента потенциального, с тех подразделений, которые занимаются проверкой бизнеса клиента на месте, залоговой службы, это, наверное, более... Затратно. Менее затратно крупное предприятие. И сразу, как бы, с наименьшими затратами мы получаем больше дохода, зависящий от объема кредитов предоставленных. Но здесь возникает другая сторона. Это риски, которые банк на себя принимает. Возникает... Риски где больше? Риски. Риски больше при концентрации судного портфеля по банку на нескольких крупных заемщиков. Случается форс-мажор у этого заемщика. У одного, да? У одного заемщика, который, ну, грубо, в портфеле имеет там 10, 15, 20 процентов. И, сами понимаете, дальше пошла статистика. Да, и сразу проблема в целом по судному портфелю. Поэтому, если смотреть с точки зрения минимизации рисков, то, конечно, лучше диверсифицировать портфель и раздать кредиты средним малым предприятиям. Пусть их будет больше, пусть с ними сложнее их контролировать, их бизнес, проверять залоги, анализировать финансовое положение по истечению определенного срока. Как правило, банки делают это ежеквартально. Но больше уверенность в том, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств у одного из них, скажем так, качество в целом портфеля по банку изменится незначительно, ухудшится. Это несущественно ухудшит статистику. Совершенно верно. Хорошо, давайте вернемся. Итак, частный средний предприниматель, работа с ним коммерческого банка. Какие основные проблемы он создает? Основные проблемы по взаимодействию при кредитовании с индивидуальными предпринимателями и предприятиями среднего бизнеса возникают еще на момент обсуждения параметров сделки. Зачастую, то что касается предпринимателей, им очень сложно самим проанализировать денежный поток, который они планируют на период кредитования получить по срокам, по расходам. Кстати, чем они, как правило, занимаются? Как правило, наши индивидуальные предприниматели занимаются торговлей. За редким исключением, это где-то не больше 10% занимаются непосредственно каким-то мелким производством. Да, как правило, это, ну, наверное, процентов на 7, это некие товары народного потребления, и где-то в районе 3% это производство продуктов питания, ну, там, включая какую-то выпечку. Вот, поэтому наши торговые, те, кто занимается торговлей, ИП, они, ну, скажем, не совсем компетентны в вопросах финансового планирования. И приходится, как бы, с ними вместе структурировать. Кстати, вот эти вот частные предприниматели, они раньше, наверное, стояли на рынке где-нибудь, да? Да, да, есть такой контингент, и своя бухгалтерия у них была, по-своему они ведут учет. Совершенно верно. То есть есть тот необходимый... И понять их, да, именно поэтому бывает сложновато. Сложновато, да. У каждого, как бы, свой индивидуальный подход к планированию и учету. То есть то, что касается, там, предоставления отчетности в налоговые органы, это единое существует требование, которое они исполняют. Но то, что касается учета уже непосредственно у самого ИП, там, его ежедневных расходов, доходов, это очень сложно, как бы, обобщить. В общем-то, сколько, наверное, предпринимателей, столько и подходов, методов учета. С предприятиями среднего бизнеса немного проще. Там существует своя бухгалтерская служба, своя экономическая служба. Может быть, это как-то в одном подразделении, ну, то есть люди, которые выполняют эти функции, есть. И, как бы, с ними уже специалисты банка на общем языке говорят. Вот, вот, как раз сняли у меня фразу. То есть проблема с мелким предпринимателем, да, банка, это именно понять его, да, говорить на общем языке. Понять его, ведение его бизнеса. Его бухгалтерию, да, конечно, вы же должны знать, прежде всего, денежный поток, да, как формируется. Куда деньги ушли, куда пришли, когда пришли. Вот, приходит парень, который простоял 15 лет на рынке, и он вряд ли сможет точно сформулировать, как он эти деньги там считает, да, куда-то. Совершенно верно. Ну, и вот здесь как раз приходится в этом помогать им. Чем занимаются специалисты, я думаю, во многих банках, ну, без этого... Без этого никуда. Не сможем кредитовать, да, вот мелкий такой бизнес, скажем, микробизнес даже, к которому относится большинство наших индивидуальных предпринимателей. Я так, знаете, предположу, если опять вспомнить вот рассказы, да, которые я озвучил, что, может быть, и по этой причине многие банки отказываются от кредитования частного бизнеса, потому что, ну, действительно, вот так вот с каждым, да, с каждым предпринимателем надо поговорить, найти общий... Убедить его, наверное, да, потому что он же будет упираться, он скажет, ну, как же, я там всю жизнь считаю, что вы меня тут учите. Совершенно верно, да, у меня есть практика, у меня есть статистика, я уже, там, 10-15 лет в этой сфере работаю. Конечно, я 10 лет на рынке, я уже гигантский опыт. Совершенно верно. Ну, к сожалению, не всех удается убедить, но тех, которых убеждаем, с теми, которыми работаем... Они получают результат. Они получают результат, и мы видим динамику, действительно, их дальнейшего роста, то есть работаем год, два, три, то есть видим рост непосредственно его предприятия, возможности, которые у него появляются, ну, и стараемся по максимуму поддерживать. То, что касается, допустим, нашего банка, мы сразу информируем клиентов ОИП или, будь то, предприятия среднего бизнеса, о том, что у них есть возможность, зачастую отсутствует залоговое обеспечение, что требует... То есть без залога вы можете кредитовать их, да? Без залога мы можем кредитовать, не только мы эту, но и ряд банков, как бы, это такой вид кредитования, да, предоставляет, но ограниченная сумма, то есть максимальная сумма ограничена. В разных банках она где-то там от миллиона и до пяти варьируется, миллионов. Но в этой ситуации, как бы, когда клиент говорит, что у него нет залогового обеспечения или есть, что его недостаточно, вот мы стараемся клиентам своим порекомендовать ту массу возможностей поддержки со стороны государства, которую они могут использовать в своей деятельности. Например? Например, при недостаточности залогового обеспечения мы всегда клиенту рекомендуем обратиться в фонд поддержки кредитования. Такие фонды существуют в Москве, в Московской области и по регионам России. Возможности данных фондов зависят от того региона и от тех административных ресурсов, которые используются. Страшное слово вы произнесли сейчас, административные ресурсы. Я сразу поставил крест уже на своем этом самом кредите. Почему? Потому что связываться с административным ресурсом, скорее всего, это... Достаточно просто, как бы бытует такое мнение, что если пойдешь в фонд, то все равно ничего не получишь. Вот, вот. Ну, неправда это. Правда? Да, потому что... То есть у нас есть примеры, да, Лена? Большая часть, допустим, нашего портфеля, она как раз именно с поддержкой фонда кредитования Москвы и области. Допустим, допустим, мы будем верить сегодня, будем оптимизмом, будем верить в лучшее. Тогда расскажите мне, вот в чем данной ситуации преимущество кредитования с помощью этого самого фонда? То есть какие, реально, какие он мне, так сказать, прерогативы, что ли, предлагает? Реально, данные организации призваны в первую очередь предоставлять поручительство при получении кредита субъекта малого и среднего бизнеса. То есть у меня нет залога, но я заручился поддержкой фонда, и вы уже, да? Вот здесь я хочу как бы немножко вас откорректировать, наверное, в плане того, что когда нет залога, это одна ситуация. Когда его недостаточно, вот в данной ситуации помогают фонды. Когда нет залога, вообще мы не разговариваем. Когда нет залога, есть специальные программы беззалоговые. И если данный клиент работает там более шести месяцев, работает успешно, то есть налицо видна динамика как бы его бизнеса, то возможно, да, получить кредит беззалоговый. То, что касается залоговых кредитов с недостаточным количеством обеспечения, здесь мы прибегаем к поддержке фонда, ну, конкретно те предприятия, которые находятся на территории Москвы, фонд содействия кредитования города Москвы. Данный фонд предоставляет поручительство в размере не более 50% от суммы кредита и не более 30 миллионов рублей в абсолютном выражении. Достаточно удобная программа, потому что клиенту в этом случае необходимо самостоятельно только вступить в реестр предприятий малого и среднего бизнеса. Но это не ахти какая сложная задача вступить в реестр? Нет, совершенно как бы не ахти какая сложная задача. Потому что я опять вспоминаю, административный ресурс, ну, как минимум, это бюрократия. Я уж не говорю, как максимум, это всякие неприятности. Возможно, на начальном этапе, как бы, появления фондов такое и, ну, скажем, было, было, было такое. Было, да? Было. Сейчас уже это в прошлом. Сейчас это делается достаточно быстро. Вот на практике. Лен, я вас прерву, извините, ради бога, у нас новости на Финам.ФМ, потом мы продолжим. Продолжим. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Мы сегодня в бизнес-классе обсуждаем тему кредитования малого и среднего бизнеса в России. И в гостях сегодня Елена Шалыгина, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса Банка БЦК Москва. Напомню, напомню на всякий случай. Телефон студии 6510-99, 6, код Москвы 495. Соответственно, сайт компании Финам.ФМ. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Сейчас мы будем с Леной на них отвечать. Ну, и Елена, точнее, сама будет на них отвечать. Итак, друзья, мы продолжим. Важная тема, замечательная тема, которой мы коснулись, это кредитование с помощью государственной поддержки. По сути, так ведь это вы говорите? По сути, да. Ну, продолжу я свой ответ на вопрос по поводу поддержки. Поддержка действительно реально осуществляется. Вот, как я уже сказала, фонды предоставляют свое поручительство при недостатке обеспечения по кредитованию. При этом, либо ИП, либо небольшой компании, которая относится к малому бизнесу, необходимо лишь самостоятельно зарегистрироваться, как предприятие среднего малого бизнеса. Процедура занимает не более 3-4 дней. То есть, необходимо подъехать, написать заявление и уже на официально... Здесь никакой бюрократии не будет. Совершенно никакой. Вот это я хотел бы подчеркнуть. Нет, нет. То есть, предоставить справку о том, какое количество сотрудников у вас и какая выручка у вас годовая. При включении в этот реестр фонд предоставляет свое поручительство. При этом предоставляется поручительство на платной основе. Но, тем не менее, стоимость, она приемлема для любого... На платной основе, ну, для заемщика? Для заемщика, да. То есть, за поручительство вы платите определенную небольшую комиссию. Она, это комиссия от суммы, которая... От суммы поручительства. От суммы поручительства и от срока кредитования. То есть, на тот период, на который берется это поручительство фонда. Но, хочу сказать сразу, что не стоит пугаться этой комиссии, поскольку вы платите комиссию за предоставление поручительства, но при кредитовании не все наши предприятия малые. знают о том, что производится государством субсидирование. Опять же, субсидирование, оно в разных видах и как бы по разным затратам. Наиболее распространенное – это субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по кредиту. На втором месте стоят это субсидии по возмещению части затрат по уплате лизинговых платежей. И уже далее там идут субсидии начинающим субъектам малого предприятия. Вот этот рейтинг, это рейтинг востребованности, что ли? Это рейтинг как раз востребованности. То есть самые популярные – это вот получаемых субсидий. Под номером один, да? Да. То есть для того, чтобы получить эту субсидию, вам точно так же необходимо будет обратиться с заявлением, предоставить документы, подтверждающие получение кредита, оплату кредита. И реально клиенты получают возмещение части процентной ставки. Ну, как правило, процентная ставка возмещается пропорционально, частично из государственного бюджета, а частично из местного бюджета. И здесь уже как бы размер возмещаемой процентной ставки будет зависеть от того региона, в котором вы работаете. Ничего сложного в сборе пакетов документа тоже нет. Вот вся информация, вот хотелось бы еще посоветовать нашим предпринимателям, почаще обращаться к сайтам тех же фондов поддержки, администрации. И есть очень хороший сайт. Давайте, давайте произнесем его. Организованный, то, что касается опять же Москвы, Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, где все подробно описано, вплоть до тех денежных средств, которые распределяются на эти возмещения, на субсидии. Ничего не скрывается, все это официально. Слава Богу. Да, совершенно как бы доступно всем. И хотелось бы, чтобы, конечно, наш малый бизнес интересовался теми событиями, которые происходят. Ну, безусловно, получается, что в какой-то степени, наверное, я как представитель малого бизнеса плачу о своей нелегкой жизни. Ну, наверное, в какой-то степени не потому, что действительно она такая тяжелая, нелегкая, а потому что я малоинформирован просто-напросто. Потому что, оказывается, есть достаточно серьезная государственная поддержка, есть субсидирование и так далее и тому подобное. Я просто об этом мало знаю. Мне нужна финансовая грамотность некая. Совершенно верно. Поскольку наши малые предприятия, они, как правило, от одного до пяти-семи человек работающих, и, скажем так, нехватка времени из-за того, что они занимаются непосредственно только бизнесом. График достаточно жесткий у частного предпринимателя, естественно. Вот это, конечно, мешает дальнейшему развитию нашего предпринимательства. Но также существуют программы государственные, реализуемые через, например, банк МСП. Это программы финансирования более длительных проектов, инвестиционных, по сути своих проектов. И в настоящее время существуют эти программы в нескольких вариантах. То есть на расширение бизнеса, на модернизацию. Достаточно такие операции, которые и финансово очень емкие для компании. И по срокам, чтобы провести некую модернизацию, нужны достаточно длинные деньги. И существует определенная фиксированная процентная ставка. Поэтому программ-то много на самом деле. Такие же длинные кредиты существуют и в других банках, не только МСП. МСП, он как бы неким обособленным подразделением, целевым стоит. Есть такие программы в других банках. Единственное, просто правильно нужно обозначить ту проблему, с которой ты пришел в банк. Опять вернемся к этой теме. Надо правильно обозначить проблему. А не только правильно сформулировать, а еще понять эту проблему. Что не всегда, наверное, опять случается у частного предпринимателя. Мы заговорили о неких пакетах документов. Всегда это созвучие меня лично в дрожь. Я думаю, что и многих предпринимателей так же. Пакет документов. Вот опять начались бумажки, 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 бумажки. Давайте поговорим об этом с точки зрения требований, которые банк предъявляет потенциальному заемщику. Что банк требует, вот такую вот кипу бумажек, которые собирать надо года полтора, прежде чем получить этот вожделенный кредит. Или все проще гораздо, Лена? Все гораздо проще. То, что касается индивидуальных предпринимателей, пакет документов, он практически минимальный. Поскольку тех проустанавливающих документов, которые есть в более крупном предприятии, у него нет. Там свидетельства о постановке на учет, свидетельства о регистрации. То, что касается финансовой отчетности, это те же декларации, документы об уплате налогов. Это все есть у любого предпринимателя. Любой предприниматель ведет для себя некую такую минимальную пакет документов об уплате всех пошлин, налогов, об уплате контрагентов. Как минимум, специально эти бумажки собирать не надо, потому что они есть у меня, потому что я... Специально собирать не надо. Более того, при проверке бизнеса на месте ведения этого бизнеса, специалистам банка могут быть непосредственно на месте проверены эти документы, составлены некие формы, требуемые по нормативным документам того банка. И, в общем-то, предпринимателю самому-то практически... Ничего и не надо делать. Ну, самый минимум, это запросить справку в налоговой об уплаченных налогах, о наличии там задолженности. То, что, как бы, специалисты банка не могут самостоятельно сделать. Конечно, конечно. Вот, все, что, как бы, от специалиста банка зависит, я думаю, что не ошибусь, если скажу, что любой специалист любого банка может оказать всегда посильную помощь нашему малому бизнесу в сборе тех же документов. Здорово. Это звучит очень оптимистично. Спасибо. Ну, во всяком случае, хотелось бы верить, что это... Конечно, что это так. Что это так, да, потому что, не помогая нашим клиентам, мы, соответственно, теряем их. Ну, и страдает от этого развития в целом малого бизнеса. Конечно. Ну, и банк тоже, наверное, от этого страдает, потому что теряет потенциального заемщика, соответственно, теряет потенциальную маржу. Как показывает практика, стоит один раз показать, помочь, как это делается, как это собирается. И в следующий раз, обратившись за кредитом, предприниматели уже, они сами... Самостоятельно. Да, самостоятельно приносят те документы, которые необходимы для рассмотрения этой заявки. Надо зашевелить, чтобы, да, немножко подтолкнуть. И сами... у самих все получится. Я прочту сейчас один вопрос, который пришли к нам от наших слушателей на адрес электронной почты. Итак, пишет Лика. Мне нужен кредит, пишет она. Я гражданка Литвы. У меня есть проживание на три года, разрешение на работу, прописка на три года. Ну, в России, я так понимаю. У меня загранпаспорт. Паспорта гражданина Российской Федерации нет. Но у меня есть фирма, зарегистрированная в Российской Федерации в городе Ульяновске. Фирма работает. Я плачу налоги, создаю рабочие места, выделено крупной ликой. Я сама директор фирмы. Какие возможности получить кредит хотя бы до миллиона рублей, как физлицо или как юрлицо? Залога нет. Есть поручитель гражданина Российской Федерации. Законом не запрещено выдавать кредиты нерезидентам. Но здесь точка, я так понимаю, что это вопрос все-таки, наверное. Или нет, точка. Законом не разрешено, не запрещено выдавать кредиты нерезидентам. Фирма занимается деревообработкой. Есть стабильный рынок сбыта. Подскажите, куда обратиться? Не хватает оборудованных средств. Какую поддержку можно ожидать? Ну, я так понимаю, единственная проблема, да, если это единственная проблема, вот она видна, по крайней мере, из вопроса, то, что лика не гражданка Российской Федерации. Это проблема? На самом деле проблема, это для ряда банков, у которых существует внутреннее положение, запрещающее кредитовать нерезидентов. В оставшейся части банков, возможно... В большей, хотелось бы услышать, в большей части банков? Ну, наверное, да, в большей. И в основном это касается, наверное, больше, ну, таких относительно небольших банков. Банков, да, да. Да, нежели монстров. Да, вот, а те, кто не дает нерезидентам кредиты, это, скорее всего, большие, да, монстры? Скорее всего, да, это у нас... И жесткие требования, жесткие правила. Да, жесткие требования, что он должен быть обязательно резидентом. Нерезидентом. Объясню, почему. Потому что при кредитовании без залога, как я уже говорила, это кредитование, возможно, российской компании, относящейся к малому бизнесу, необходимым требованием является поручительство собственника бизнеса. И вот здесь уже возникает вопрос поручительства нерезидента. У Лики, я так полагаю, что, возможно, только вот эта проблема при общении с банком может возникнуть. И компания должна, соответственно, отработать... Она пишет, есть поручитель гражданин Российской Федерации, но это несущественно, да? Это дополнительный плюс при рассмотрении обращения, но, тем не менее, поручительство собственника должно быть, поскольку кредит беззалоговый. Но у Лики, может быть, как бы еще один шанс получить кредит уже не в банке, а в микрофинансовых агентствах, которые также есть и функционируют на территории России и призваны поддерживать наш малый бизнес. То есть для них вот это то, что владелец бизнеса нерезидент, для них не принципиально. Существуют компании микрофинансового кредитования, которые кредитуют российские компании с учредителями нерезидентами. Итак, это микрофинансовые... Это микрофинансовые организации. Это что-то похожее на банк, наверное. Это нечто, да, похожее на банк, но официально зарегистрированное, не как юрлицо, но не банк, не финансовая компания. Я понял. Ну, в данном случае, да, наверное, это единственный способ, да, попытаться взять кредит, у Лики. Либо обращаться в банки сразу с проблемой того, что я учредитель нерезидент. То есть вот первый вопрос, да, я учредитель нерезидент. Будете рассматривать или не будете. Если на сайте банка уже размещена информация о том, что они кредитуют без залога, там, как я уже озвучила, кто-то до миллиона кредитует, кто-то до трех, кто-то до пяти без залога. Ну, обязательно там написано, да, кредитуем и резидентов в российской компании, и нерезидентов, тогда стоит обращаться. Ну, скорее всего, лучше, да. Лучше посмотреть информацию на сайте и уже начинать, как бы, общаться с тем банком. Ну, и сейчас у нас будут очереди новости. Я просто еще раз вернулся к вопросу Лики. Действительно, она, смотрите, абсолютные плюсы, да, она перечисляет. Я плачу налоги, говорит она. Я создаю рабочие места, говорит она. Ну, это ли не главное, да? Ну, компания российская, зарегистрированная на территории России. Совершенно верно. Итак, еще раз новости на финал МФМ, потом продолжим. Ну, что ж, друзья мои, вот время-то неумолимо, и осталось последние 10 минуточек. Хотя, Лена говорит, для пятницы это даже много. Ничего страшного. Пятница, хороший день, действительно. Тем не менее, мы продолжим наш эфир. Кредование малого и среднего бизнеса. Тема его сегодня. И еще раз я представлю, в гостях у меня Елена Шалыгина, заместитель начальника управления корпоративного бизнеса Банка БЦК Москва. Вернемся к технологиям. И вот есть замечательное такое название, да? Такая идиома. Кредитная история. Ну, наверное, не так давно появилась, да? Это в обиходе, по крайней мере. Такое слово сочетание. Лена, расскажите, пожалуйста, что это такое? Во-первых, что это за история такая? А во-вторых, как она связана с возможностями заемщика в конечном итоге? На самом деле, в обиходе, наверное, таких вот малого именно бизнеса кредитная история появилась не так давно. Фактически же, кредитная история существует, такое понятие существует достаточно давно. И подразумевает оно под собой исполнение обязательств заемщика перед банками. Качество этого исполнения обязательств. В первую очередь, кредитная история важна как для банка, так и для заемщика. С точки зрения наличия неких фактов неисполнения своих обязательств. В России создано кредитное бюро, куда информация всеми банками направляется при возникновении фактов просрочки. И, соответственно, доступ к этим кредитным историям имеют все банки. Скрывать что-либо от банка. Именно все банки или там есть какое-то, я не знаю, сообщество какое-то? Банки, заключившие договор с кредитным бюро, имеют доступ, свободный доступ к той информации, которая там есть. Тем не менее, есть банки, которые заключили договор, а предположительно есть банки, которые не заключили этого. Ну, я думаю, что таких банков уже не осталось, потому что действительно очень... Конечно, это им же и выгодно. И в первую очередь при обращении заемщика, который как бы не является еще клиентом банка, в первую очередь проверяется его кредитная история. С целью увидеть как бы платежную дисциплину заемщика. При наличии, конечно, фактов просрочек неоднократных, ничем необъяснимых, ни финансовым кризисом, ни каким-либо еще форс-мажорными обстоятельствами, которые случились там на предприятии, скорее всего, в предоставлении кредита будет отказано. То есть разбираться никто с ним не будет. Увидели, что у тебя плохая кредитная история, что ты уже где-то там засветился и сразу до свидания. Причем, хочу сразу оговориться, неоднократно и достаточно длительный период времени. Если возникали просрочки один-два раза на какой-то короткий промежуток времени, что как бы видно все из модуля по кредитной истории, то в данной ситуации, я думаю, подходить стоит индивидуально, учитывая те обстоятельства, при каких возникла просрочка. И здесь уже шансов на получение кредита больше. Да, совершенно верно. Поэтому соблюдать платежную дисциплину очень важно, дабы кредитная история в дальнейшем повлияет на ведение всего бизнеса с использованием кредитных ресурсов. Согласен. С другой стороны, всякое бывает в жизни. Бывают периоды белые полосы, периоды черные полосы. Но вот человек, предприниматель попал все-таки в бюро кредитных историй, в этот список в черный. У него уже нет шансов оттуда быть исключенным. Дело в том, что в бюро информация направляется и хранится там постоянно. То есть исключить эту информацию никто не вправе. Поэтому вся картинка по обслуживанию кредита, вся она видна. В данном случае каждый конкретный банк уже волен сам решать. Самостоятельно, совершенно верно, принимать решение в дальнейшем. Несмотря на то, что есть эта запись, но я все-таки рассмотрю этого потенциального заемщика. Это он уже берет на себя. Это уже риски конкретно каждого банка. Так, хорошо. Ну и в разговоре, да, дальнейший наш разговор давайте построим так, чтобы выделить, во-первых, для предпринимателя ключевые моменты, которые нужно учитывать при общении с банком. Да, вот на что мне прежде всего обратить внимание, чтобы в конечном итоге моя заявка была рассмотрена положительно. Ну и, наверное, я бы попросил вас, Лена, как профессионала, несколько советов предпринимателям дать, чтобы их шансы на получение кредита выросли многократно. Ну, в первую очередь, при обращении за кредитом необходимо постараться как можно более четко сформулировать ту потребность, которая на текущий момент есть. Как я уже говорила, и в сроке кредитования, в объеме кредитных ресурсов и в графиках погашения. Если предприниматель сам не может там спланировать как-то, и у него вызывает какие-то затруднения там в расчетах, то лучше всего об этом сказать сразу и попросить помощи специалиста. Никогда не откажут, всегда помогут. То есть мне нужны деньги, я не могу посчитать, правда, сколько этих денег мне нужно. Я не могу правильно составить, например, график поступления там выручки. Вот у меня с контрагентами там вот такие отношения, вот с поставщиками вот так, с покупателями вот так. Причем видно, да, вот из этих бумаг, которые я предоставил, видно, что контрагент меня несколько раз подводил по срокам, да, поставщик меня несколько раз подводил. И у меня, как бы, картина такая, да, гармоничная не вырисовывается. И вы сможете помочь? Конечно. Мы сможем помочь построить графики с учетом, например, тех же форс-мажоров, которые возникали в расчетах, как с контрагентами, и, соответственно, не допустить в дальнейшем просрочки по действующему кредиту. Более того, как бы хотелось бы сразу, чтобы клиент, приходя в банк, он открыто предоставлял ту информацию, которая... Ну, то есть не скрывал ничего, как минимум, да? Не скрывал, да, которая, как бы, будет влиять в дальнейшем на принятие решения. А что это за информация, кстати, может быть? Эта информация, например, в такого рода приходит предприниматель, просит денег, мне нужно всего на год на покупку, там, на увеличение товарных запасов, а по факту покупает... Машину себе. Ну, либо машину, либо некий объект, там, недвижимости, который потом не генерит дохода и денежных средств, которые необходимы для уплаты, там, процентов и, соответственно, погашения кредита. Вы же рассчитываете на это, да, что он вложит это, условно говоря, в товар, потом его продаст, прибыль... За счет увеличения товара, совершенно верно. Вот это, наверное, самое главное в общении с банком, быть, ну, достаточно правдивым. Ну, смотрите, вот если... Да, да, ну, вообще надо быть правдивым, все, что нам говорят. Мама учила в детстве, да, и говори правду всегда. Нелегко тебе будет в жизни правдой, но тем не менее. Смотрите, вот если эту ситуацию смоделировать, пришел человек, да, вот он озвучил одну задачу, для чего тебе нужны деньги, одну цель, да, а на самом деле имеет в виду, что мне нужны деньги для другого. Ну, вы ему поверили на слово, наверное, потому что другого варианта я не вижу, ну, если поверили. Проверять же вы не будете в конечном итоге на детектор или лжи его, да, правда он говорит или нет. А потом оказывается, что он эти денежки, да, аккуратненько, вот там машинку себе купил новую или там действительно... Ну, бывают и такие предприниматели, которые, получая кредитные ресурсы, не вкладывают в бизнес, а вкладывают в какие-то там личные какое-то имущества. И как быть вот с этим? Вы об этом узнали через какое-то время? Ну, в любом случае, как бы мы об этом узнаем, увидев там очередную его отчетность, отсутствие как бы динамики по увеличению той же выручки и увеличению запасов. Ну и поступление денег, где деньги? Поступление денег по оборотному, по расчетному счету клиента, а требования банков кредитующих, это обязательно открытие расчетного счета в банке и проведение как бы максимально возможных, а лучше 100% оборотов в банке. Через этот счет, да? Да, чтобы была возможность как бы анализировать, отслеживать, да, финансовое положение компании, предпринимателя. Ну, в данной ситуации у клиента, скорее всего, возникнут проблемы с погашением кредита, поскольку его бизнес не... Нет-нет, это понятно, да, они могут возникнуть именно вот... Соответственно, они возникнут, проблемы возникнуты у банка. Ну, здесь уже дальше зависит от политики, принятой в банке. Либо это... Вы можете досрочно расторгнуть на основании того, что вот нецелевое использование денег... Если в договоре прописано целевое использование кредита, а документы по целевому использованию не предоставлены клиентам, то можно расторгнуть, да, все в рамках правового поля, да, на основании нецелевого использования кредита. Можно расторгнуть договор, и, соответственно, возникает просроченная задолженность, и дальше уже все решается в судебном порядке, ну, либо добровольном, по лучшему варианту. Либо второй вариант, когда банк все-таки дает шанс клиенту исправиться, исправить ситуацию. И здесь уже возникает вопрос пролонгации кредита и гашения, соответственно, его из тех объемов, которые у него и были. Ну, я думаю, что любой банк при пролонгации кредита и успешном, как бы, окончании погашения по данному кредиту с учетом пролонгации, наверное, больше таким клиентам сотрудничать не будет. Однажды, да, ты ввел в заблуждение, да, своего партнера? Больше? Больше ты от него лояльности не увидишь? Скорее всего, да. Я понял. Лен, немножко времени. Еще один вопрос очень интересный и актуальный. Сейчас очень модно слово такое замечательное – стартапы организовывать. Ну, как я это представляю, это нечто с нуля. Это нечто с нуля, причем тоже забавно, не вполне, может быть, понятное, да. Вот я что-то хочу такое, слово тоже замечательное, по молодости очень часто я его произносил. Очень хочу что-то замутить, правда, не знаю чего, не знаю зачем. Вот это, на мой взгляд, по крайней мере, в большинстве случаев есть стартапы. Связывается банк со стартапами или все-таки? Со стартапами банк связывается. И хочу сразу оговориться, что 100% стартапов не финансируется. То есть на как… Подожди, подожди, подожди. Двояко прозвучала фраза. 100% стартапы не финансируются. Или не финансируются 100%, а финансируется только какая-то часть. Финансируется какая-то часть стартапа. Как правило, это не больше 80%, но на практике это… Ну, это тоже прилично. Ну, не больше там 2%. Нет, нет, не больше 80%. Стартапы финансируются на достаточно длительные сроки, если по бизнес-плану это необходимо. То есть там и стартапы финансируются до 5 лет. Если это какое-то некое производство, понятно, период окупаемости. Там будет выше, чем в каком-то там торговом предприятии или в сфере услуг. Где-то в сумме до малому бизнесу, в сумме от 3 до 5 миллионов финансируются стартапы. Ну и, соответственно, в данной ситуации клиент должен четко определить свою позицию, тот бизнес-план, по которому он работает. Существует несколько вариантов. Либо он со своим бизнес-планом приходит в банк, и банк уже как бы со своей точки зрения анализирует и корректирует при необходимости. Либо бизнес-план помогает составлять специалисты. Ну, то есть такая услуга тоже предоставляется, да? Да, вот сейчас, насколько я общалась с предпринимателями в последнее время, такую услугу сейчас активно предоставляет Сбербанк. То есть есть специалисты, которые занимаются именно стартапами. И есть у них запущена такая программа, и она работает. Ну, самое главное, что она работает. Работает, работает. Ну, и вообще все то, о чем вы сегодня рассказали, Лена, огромное вам спасибо, да, в большинстве случаев, хотелось бы, чтобы прежде всего работало, хотелось бы, чтобы был результат. Иначе тогда зачем все это затевать? Ну, и со своей стороны хотелось бы отметить, что главное, чтобы наш малый бизнес верил в то, что это работает, а не приходил в банк и просто вот с таким паническим настроением. Паническим, просящими глазами. Вот дайте мне денег, я, конечно, знаю, что вы мне не дадите. Поверьте мне на слово. Лена, спасибо огромное. Лена Шалыгина, заместитель начальника управления комфортивного бизнеса, банка БЦК была сегодня в нашем эфире. Всего хорошего, успехов в бизнесе, до свидания.